Папа, месье Полознев. Да, да, да. Да, мне Гаврил, по-благовах. Ну, послушайте. Какие же у меня места? Что я могу вам дать? Странные вы, люди у вас, вы. Ходят вас ко мне по 20 человек в день. В образе лишь у меня департамент. А у меня и длиннее, господа. У меня каторжные работы. И мне нужны механики, слезаря, землекоп. Колодецники, стойлеры. А я все умею только сидеть и писать. Больше ничего. Все и вы писатели. Что вы умеете делать? Ничего не умеете. Я инженер, я обеспеченный человек. Но прежде чем мне дали дорогу, я долго тер лямку. Ходил машинистом. Два года работал в Венгии простым смазчиком. Надо посудить сами любезнейшие. Что же я могу вам предложить? Конечно, это так. Да. Умейте, по крайней мере, обращаться с этим аппаратом. Аппаратом. Да, я служил на телеграфе. А-а. Поезжайте в Дубешню. Там, правда, сидит у меня уже один. Дрянь ужасная. А в чем будут заключаться мои обязанности? Ну, там увидим. Отправляйтесь пока. Я распоряжусь. Только, пожалуйста, у меня не пьянствовать. И вообще, не беспокоить меня никакими там просьбами выгоню. Ты жалобу не у меня получаешь? Получаю. Так в чем же дело? Почему ты не смотришь совсем за этим? Имей в виду, через две недели я перевожу контору на станцию. Я уволил всех, чертовой матери. Через две недели я перевожу контору на станцию. И уж не знаю, что с вами делать, господа хорошие. Я стараюсь, ваше высокородие. То-то я вижу. Как вы стараетесь? Танцы. Танцы. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 С ней уже однажды было нечто подобное. Она разомобразила себя оперной певицей. И ушла от меня. И искал. Два месяца. На одни телеграммы истратил. Ты еще раз. И водки. Перестаю верить, что дубечня наша. Генеральше распоряжается, как будто нас вовсе не существует. А этот ее работник, Моисей, берет с лошадей, не спросясь. Стреляет у нас в саду под окнами. Тащит из погреба съестное. Да? Любезь, а ну-ка полейте ко мне. Почти, а. Почти. Ну-ка. Сейчас. А ну-ка. Хорошо. Зря я купил эту вещь. Зря. И ты еще с моей школой решил ее мужика посвящать. Пришли спасать его. На нас здесь смотрят, как на чужих. Относятся почти враждебно. Думают, что мы купили имение, потому что нам деньги девать некуда. Даже в саду у нас пасут свой скот. Угоняют наших коров и лошадей, а потом... требуют за потраву. Обманывают нас самым предательским образом. Колеса в телеге меняют. Новые на старые. Берут наши пахотные хомуты, потом нам же их продают. Ужас. Драть их надо, сволочей. Драть. до саду... В общем, должен сказать, что вся эта жизнь ваша... Пардон, комедия. Каприз. Баловство. С ней это уже было однажды. Раз она вообразила себя оперной певицей, и ушла от меня. Я разыскивал ее два месяца. И на один такой телеграммы, любезнейший, и стратил тысячу рублей. Но ведь странный человек. Ненормальный человек. Не смею, конечно, предсказывать, но кончите вы дурно. Да.